Голос Силиконовой долины Игорь, как давно ты знаком с Михаилом? И как получилось, что ты выбрал его школу? Постараюсь покороче. Приехал в Америку без английского языка и без специальностей. И вдруг информация. В Бэйрии есть школа Михаила Портнова, которая обучает физиков, лириков и даже прорабов популярной специальности ки-инженер. И платит очень даже приличные деньги. Очевидно, в то время Господь Бог отдыхал после правильных трудов. Он посмотрел в мою сторону и дал знак. Прошло 20 лет. И с тех пор Миша Портнов для меня кумир. Красный отец, который указал мне правильный путь. И если я назову Михаила Великим Моисеем, то это будет недалеко от истины. Успех гарантирует. Игорь, а что это за история с первым честно заработанным чеком, которая так потрясла жителей Силиконовой долины? Да, была такая история. Делали интервью с выпускниками школы. И вот еду я в машине с оператором, он снимает, я рулю и рассказываю. И вдруг переполненный важностью оказывал доверие, я выдал. Отучившись в этой школе, я почувствовал себя совершенно другим, совершенно независимым человеком. Я стал работать в американской компании. Пошел в мой американский экспиренз. Я стал получать чеки от американской компании. Свои первые честно заработанные чеки. Получалось, что все то, что я зарабатывал до того, было, мягко говоря, нечестным. Я, конечно, понимаю, что работа прораба на советских стройках подразумевает нечто подобное. Но чтобы я сам, добровольно, да еще в прямом эфире, и в этот момент Михаил Портнов стал для меня еще и психотерапевтом. Вся некошерная деятельность советского прораба исчезла, испарилась, ушла. И на свет появился красивый, умный, честный инженер. И все это благодаря Михаилу поверенный взгляд, открытая улыбка, каштановые кудри. Успех гарантирован. Игорь, мы знаем, что в свободное время ты занимаешься сочинительством. И уже сдал две книги, которые ты, кстати, держишь сейчас в руках. Как это связано с Михаилом? Давным-давно, после окончания института по распределению, я работал на стройке в Якутии в обыкновенном прорабе. Впечатлений была масса. Вечная мерзлота, рабочие химики, зэки, чистый спирт, рябчики, погледная рыбалка, охота на медведях. И обо всем этом писал в письмах своему товарищу в Москву. А несколько лет назад, находясь во всем на любимой популярной корейской бане, рассказал об этом Михаилу, на что последовало бескомпромиссное. Обязательно опубликуй, сделай достоянием народа, у тебя получится. Все тот же уверенный взгляд Моисея, та же открытая улыбка, те же каштановые кудри. Михаил в очередной раз оказался прав. Он разбудил во мне литературный вулкан. И пускай, как писал Саша Зевелёв, ну, что поделать иммиграция, и что поделать графомания, мне это нравится. Михаил не только уверенной рукой направил меня на клеенную тропу, он ещё стал моим крестным отцом литературного творчества. Успех гарантирован. Игорь, а что это за история с твоей большой зарплатой? Да, это было прикольно. Проходил интервью в одной компании. Распевал там, как соловей. И это я знаю, и это я умею, и это я могу. Пропел песню, налил ему в души юбилей и поехал домой. А на следующий день звонок. Приходи к нам, крутой пацан, у нас для тебя есть отличная новость. И шлют мне офер. Читаю, и вдруг весь покрываюсь холодным потом. Зарплата в два раза больше ожидаем. Звоню жене. Так и так, дорогая, вот такая сумасшедшая зарплата. В трубке тишина. И вдруг, а что они от тебя хотят за такие деньги? Я растерялся, не знаю, что ответить. Звоню крестному отцу, Моисею. Рэр, дай совет, что делать? Брать офер или не брать? Где ловушка? А он отвечает, ты этих денег стоишь. Ничего не бойся, я в тебя верю. Офер я взял. Через три недели они опомнились. Очевидно, уши от лапши очистились. Двойную зарплату нужно было отрабатывать. Что быть кратким скажу, не выгнули. И вновь Михаил оказался прав. Не надо бояться. Надо смело идти вперед. Опять же, уверенный взгляд, улыбка, каштановые кудри. Успех гарантирован. Интересно получилось. Хотел написать в честь Мишиного юбилея, а он писал о себе. Понятно, все правильно. Без Миши не было зменя. А без него, а без него, Киэй бы точно не бывало. И солнце бы утром не вставало, когда бы не было его. Юбилей – это новые горизонты и открытия. Новые жизненные этапы и достижения. Это начало. Желаю тебе, Миша, счастья, здоровья. И еще долго рулить своей Киэйной школой. И помогать людям найти свой правильный путь в Америке и в жизни. Успех гарантирован. Субтитры подогнал «Симон»